Здравствуйте! В эфире программа «По существу» и у нас в гостях генеральный директор, а также главный редактор газеты «Советская Чувашия» Владимир Васильев. Ну что, Владимир Львович, здравствуйте! Здравствуйте! Знаю, в эту субботу в Чебоксарах пройдет республиканская легкоатлетическая эстафета газеты «Советская Чувашия» в памяти дважды героя Советского Союза, леча космонавта Андриана Григорьевича Николаева. Пройдет уже в 76-й раз, между прочим, да? Да, в 76-й. Мероприятие также называют фестивалем спорта прессы «Чувашия». Вообще, какие команды съездятся на фестиваль в этом году? Ну вот смотрите, фестиваль прессы, да? Спорта прессы. То есть, прежде всего, это, конечно, команды наших газет, телекомпаний, радиостанций. То есть, это журналисты. Помимо журналистов здесь активно участвуют студенты, школьники, работники различных предприятий наших и, ну, как я говорю, основная масса журналистов, конечно, тоже. У нас есть и ветераны спорта. У нас есть и от 6 до 70 лет выигрывают, побеждают. На каждой эстафете есть свои герои. Это и маленькие дети до 5 лет. Но это в основном уже в семейных забегах, да? А вот ветераны спорта, причем они очень активно, они очень активно всегда следят, когда выйдет положение, какие-то изменения должны быть, потом очень обсуждают, какие-то новшества вводят. Вот, то есть, они за этим следят. Это я вот по поводу того, что от малого до великого. Какие-то изменения в проведении легкоатлетического пробега ожидаются в этом году? Смотрите, у нас в этом году, мы всегда проводили на стадионе Олимпийский, в этом году мы проводим на стадионе Энергия. Это то, что в центре города, это одно из старых спортивных, скажем так, учреждений, да, республики, города Чебоксары. Он несколько по объемам другой, но мы пытаемся не только просто себя успокоить, а прежде всего доказали сами себе, что он несколько домашний стадион. И, соответственно, здесь должен фестиваль и сама эстафета пройти по-семейному. Приезжают в основном одни и те же команды. Они представляют обязательно все районы, в основном все школы, все учебные учреждения, вузы, все это присутствует. Но традиционная эстафета, она посвящается, мы в этом году ее посвящаем 85-летию нашего Андриана Николаева. Но у нас в республике проходит еще одно крупное спортивное мероприятие, это форум «Россия – спортивная держава». Мы сейчас созваниваемся и приглашаем наших участников, наших олимпиад. Будет много олимпийцев. Я думаю, что если позволят и будет время у олимпийцев, у большинства участников нашей эстафеты, будет возможность сфотографироваться с ними, селфи, как хотите, это как модно сейчас. Затем у нас, я думаю, что мы не будем отходить от тренда вот этого года. У нас пройдет зарядка для участников и для самих спортсменов. Поэтому новшества будут обязательно. Что насчет регистрации? Как участникам? По поводу регистрации здесь все традиционно, никогда не было проблем. Значит, регистрация проходит в настоящее время на площадке газеты, редакции газеты «Советская Чувашия». Но те, кто не успел заранее подать заявку, можно будет оформить в мандатной комиссии, которая будет присутствовать непосредственно на стадионе «Энергия». В 10.00 собираемся и одеваем кроссовки, и бежим, и побеждаем на призы, выиграем призы «Советская Чувашия». Эстафета «Советская Чувашия» считается очень серьезным спортивным мероприятием. Это не просто шоу. Дело в том, что для очень большого количества уже профессиональных спортсменов впервые они первые призы, первый раз на пьедестал вставали. Это именно эстафетия. Они это не отрицают. Самое приятное, что они всегда при каждом случае об этом говорят. Что карьера их началась как спортсмена. Научились они побеждать. По-разному они выражают. Но всегда с благодарностью организаторам. Нам это, естественно, приятно. Именно к эстафетиям. Какие призы ожидают участников? Призы у нас... То есть сказать, что хорошие призы – это ничего не сказать. Мы решили каждый год удивлять какой-то фирменной, стильной, очень стильной футболкой. Поэтому победителям будут вручены и фирменные продукции. Но, естественно, из призовой фонд входит это и бытовая техника. Но я еще раз отмечу. Самое главное, как выяснилось, это все-таки сам статус победы. Потому что победить на эстафете «Советская Чуваша» – это много чего стоит. Спасибо, Владимир Львович, за беседу, за то, что пришли к нам в студию. А я напоминаю, в гостях у нас был Владимир Васильев, генеральный директор и главный редактор газеты «Советская Чуваша». До свидания. До встречи на студионе. Редактор субтитров А.Семкин